Настоящий деликатес. Готовится за 3 секунды. Грудинка готова. Грудинка готова. Из грудинки брюшина уже готова. Все готово. Овечка была очень жирная. Безобразие жирное. Но сейчас почему-то получилось опять мяско. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я, как и обещал, готовлю рулет из брюшины. Для этого у меня есть брюшина из овечки, вернее из барашка, который весил 33-35 килограмм. Она вот такая толстая. Здесь достаточно много мяска, но ее, как я и рассказывал, некуда применить. Если мы положим в бульон, мяса очень мало, а жир в бульоне будет совершенно не тот. Если мы будем жарить, то жир быстро вытопится, а само мяско, оно достаточно жесткое, и его нужно дольше готовить, чтобы все приготовилось вкусно. Поэтому я нашел отличный, замечательный способ. Я им очень горжусь, потому что благодаря моему способу вот такой кусок, хороший кусок, почти, даже не почти, а больше чем килограмм, мы можем приготовить, и будет очень вкусно. Это будет настоящий деликатес. Готовится за три секунды. Брюшина и приправки. Из приправки. Красный острый перец, тимьян, черный перец, душистый перец горошек, кориандр, зира, яды можжевельника и зеленый перец. Все это я уже размолол в ступке, вместе с солью. Теперь хорошенечко приправляю и все. Это мясо не нужно ни мариновать, ни ждать еще что-то. Оно уже практически готово. Мясо я посыпал специями. Вот так их легонечко втер, и все готово. Самый быстрый рецепт из мяса, какой я готовился когда-либо. Вот этот маленький кусочек буршинки я кладу внутрь, и все это аккуратно сворачиваем рулетом, чтобы придать красивую форму. И обвязываем кулинарным шпагатом. Замотываем мою фольгу. Брюшина уже готова. Я кладу ее в глубокий противень, потому что при приготовлении из буршинки будет вытапливаться жирок, чтобы он скопился весь противень. При температуре 100 градусов, без обжарки, она будет там томиться два часа. Возможно два с половиной. По запаху уже будет слышно. Как только запах стал приятный, и напоминает уже мяско, которое поджаривается. Все готово. Вот такое чудо получилось. Эта баранья брюшинка была в духовке всего три часа. Из них один час она грелась до температуры 100 градусов, и всего два часа она запекалась. Вес брюшинки 1200 грамм. Жирок почти не вытапился, но оказалось, что она состоит из одного мяса. Посмотрите. Хотя когда я ее доставал и засыпал пряностями, там был один жирок. Она уже хорошенечко остыла в холодильнике. Здесь у меня соус шри рача. Это соус из зеленых и острых перцев. Есть видео на моем канале, как его сделать. Смотрите, ссылочка вот здесь сверху. А здесь у смесь для бурбона. Номер пять. Очень вкусная и ароматная. Да, настоящий аромат смеси зерновых. Очень обалденно. Мягкий, обволакивающий вкус. Класс. И вот такая брюшина. Я бы никогда не подумал, что это именно брюшина. Настолько, кажется, рулет из мяса. Аромат великолепный. И, конечно же, соус шри рача. Такое блюдо нужно есть с чем-то остреньким. Обалденно. Я специально свернул брюшинку рулетиком, потому что с двух сторон у нее очень жесткая пленка. Даже когда мы варим бульон, иногда эта пленка такая жесткая, что ее приходится снимать. Так вот, все полностью растворилось. Вот эта пленочка видна. Она превратилась в замечательное желе. Обалденно. Это настолько вкусно, как можно из такого очень малоценного продукта, из части овечки, которую очень редко куда можно использовать, чтобы восхищаться ею, приготовить такой деликатес. Самое важное, чтобы она хорошенечко отдохнула в холодильнике после приготовления. Потому что именно такие блюда нужно есть холодными. Обычно у меня в брюшине намного меньше мяса. Здесь полностью один жирок, который превращается в обалденнейшее, вкуснейшее сало. Хорошее твердое сало, которое намного вкуснее, чем сало из хрюшки. Но сейчас почему-то получилось опять мяско. Но классно! Друзья, я показал способ, как можно приготовить очень вкусно, из-за практически ничего. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Пишите комментарии, все что вы думаете. И помните, кухня это самое спокойное место.